Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афан Аф Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Кот 10 и Ханти Хамп Блади Бойс. Да, я знаю, что сейчас вышли новиночки, там альбом Симми, у нас куча реально интересных альбомов, да и синглы вообще невероятно интересные, там топ-3 сингла, вот я выделил для себя вообще крутых. Но есть небольшие обстоятельства, которые мешают мне сейчас записывать новинки, но так как я второй день подряд не могу вас оставить без контента, Я решил, что сегодня есть настроение послушать Блади Бойс, альбом, который вы давно ждали, которые давно хотели, чтобы я послушал, я тоже очень хочу его послушать, потому что Кот 10, ну очевидно, очень крутой чел. Ханти Хамп, как бы мы его практически, как бы считай, не слушаем, но из того, что мы слушали, потенциал у этого человека, в общем, есть. Я не вижу в нем какого-то нулевого артиста, на самом деле он достаточно интересный и местами, я думаю, крутой чел, и что он показывал в 22-м году на альбоме вместе с Юрой, я вот хуй знаю, это мне очень интересно посмотреть на то, как эти двое будут сочетаться. Всего лишь 8 треков, по сути, хуйня, вот, сейчас, в последнее время что-то у вас странно, но настроение чуть начало повышаться, я надеюсь, что этот альбом повысит мне настроение еще. Нихуя тут какая женщина, вот, надеюсь, что этот альбом повысит мне еще больше настроение своей крутой, качественной, вайбовой музыкой, потому что Кот это в основном про вайб, ну либо про такой вот ло-фай разъебчик, ну вот в моем понимании. Ханти Хампа, ну я как бы особо практически не слушал, вот. У нас есть, если что, некоторые демки, которые я очень сильно надеюсь, что в этот раз я не забуду послушать. Мне вилончик накидал, а ему, в свою очередь, еще кто-то накидал, не помню, кто это сделал, но, короче, неважно. Вот, есть у нас определенный список демок, которые мы с вами послушаем после альбома, да, надеюсь, что я не забуду. Если забуду, то, блядь, извините. Вот, ну а сейчас давайте приступать. В общем, вы очень хотели, я тоже очень хотел, мы уже у Кота дохуя чего переслушали, но с его творчеством саундклауда знаком не настолько сильно, как хотелось бы, что мы там оттуда PlayStation слушали, ну, я больше ничего не припомню такого яркого, если честно. PlayStation саундклауда, напомните, что еще, в общем, можете предлагать всяческие релизы, я напомню, что это бесплатный заказ. Вот, если вы тоже хотите что-то бесплатное заказать, то пишите, какой релиз мне послушать в комментариях. Если ваш релиз наберет достаточное количество лайков, то мы его обязательно послушаем, как только дойдет очередь. Очередь есть в Телеграме, ссылка в описании, также называть про Дискорд, пусть тоже полезные ссылочки. Ну и уже завтра, с завтрашнего дня, надеюсь, начнем стримить, да. Ну что ж, у нас на фитах есть, кто тут, Куда Куша, я вижу, Райли Бэйби Кэнди Флип, бой, да, который... Вот этого только, не знаю, остальных более-менее что-то слышал, вот этого только впервые. Я в этот раз ничего не налил себе попить, потому что я, ну, перед этим, блядь, дохуячего выпил и съел, поэтому что-то в живот нихуя не лезет, шарите, поэтому буду вот так слушать чисто на слабоне на чиле. Вот, я думаю, мы можем с вами присупать, хуй знает что-то еще говорить, стильная блога, два стильных человека. В первую очередь, мне интересно посмотреть, как они будут сочетаться друг с другом. В скиллах Кода, тем более Кода образца 22-го года, я не сомневаюсь. В скиллах Антихампа могу сомневаться, да. Но я надеюсь, что этого будет как можно меньше. Мы с вами, кстати, слушали трючок Луис Белт, вроде как. А, нет, не Луис Белт, Плодибойс, сам трючок, мы его слушали, поэтому я предлагаю посмотреть реакцию мою на него, сразу вот так вот с нулевой пойти, потому что она есть, и так как это уже вошло в небольшую традицию бесплатных заказов, смотреть на разную, на реакцию мою треки, треков, которые уже выходили от меня, ну, блядь, короче, вы поняли, что я имею в виду, я долбоёб, не могу нормально сформулировать, вот. А, нихуя не будет, секундочку. А, панов мюзик. Вы не видите это, я знаю. Не понял, где? Я не понял, нахуй, нихуя. Ну-ка, секундочку. Не понял прикола, потому что я не нашёл реакцию, но трек у меня добавлен. Ээээ... Как такое случилось? Не совсем понятно, реакции я не вижу. Может, я долбоёб... Ну, вероятно, да, я долбоёб, но я действительно её не вижу. Ладно, тогда слушаем с нулевой. Странно. Очень странно, честно. Откуда? Почему не вышло? Ладно. Возможно, это было ещё очень-очень давно, во времена, когда у нас были реакции за 50 рублей, которые не выкладывались на YouTube. Вполне возможно. Ну, настолько тогда давно это было охуеть. Ладно, слушаем. Первый трек у нас Bloody Boys. Let's go. Нихуя себе. Окей. Шахти Дестроер. На продакшене. Знаем такого. Звук очень стильный пиздец. Окей. Хорошо. Нихуя флоу. Окей. Ладно, звук до актуальной стилы, даже до нынешних времён. Базар. Окей. Окей. Окей, хорошо. 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 Хочу заметить одну тему. Яблан, блядь! Вот что, 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 что здесь происходит? Подожди, блядь. Подождите, один момент, один момент. Во-первых, мне кажется, что по хрону это может быть вообще епишка. Вот, реально. Так, подожди. Я не знаю, добавил, не добавил, теперь добавил точно. Сейчас. Я хочу, вот даже вот сейчас добавлю альбом, чтобы проверить быстренько. Есть моментик такой, что, возможно, это вообще епишка. Потому что хрон очень маленький у треков, если посмотрите. Ну, типа там максимум 2 минуты. 14 минут, действительно, действительно, то есть это в рамках Афаных Музик считалось бы за епишку. Прямо это мало. Очень мало, офигеть. Ну, то есть у нас своеобразная интро тут. Минута 23. Так, отлично. Минута 23. Максимально актуальный звук. Блядь, причем 22-го года. Такого, типа, не очень много было на тот момент. Ну да, Кот, как бы трендсеттер в этом плане, он еще в 21-м году что-то подобное делал. Да, это базар, окей. Хорошо. Тут хорошая реализация от обоих. Достаточно простая структура для интрохи. Бля, круто. Вайбит ебанута, качает ебанута. Кот очень круто с подачи залетает. Ханти Хамп выбрал охуевший флоу. И они охуяно сочетаются. Крутой рабочий трек. Крутой рабочий трек. Чисто полторы минуты повайбится охуенно. И судя по второму треку, я, кстати, не помню. Вот как раз-то подтверждение моей теории о том, что это было очень давно. Вот про Илло и Белл, да. Потому что я даже этот трек не помню. Да, я у Кода вообще частенько забываю треки, потому что у них хуевую тучу. И они часто стилями похожи. Поэтому запоминаю я, наверное, только яркие хиты, типа, с игрока и с Hello. Плюс какие-то последние вещи, типа, четвертых и третьих драконов. Вот, в основном, такое у меня от Кода запоминается в башке. Да, как-то так. Вот, значит, что могу сказать еще? То, что по второму треку этот звук будет похожий. Если будет вся эпишка выполнена в таком звуке, это будет круто. Это будет круто. Потому что это такая немножечко транссетерское дерьмо с крутой подачей Кода. В общем, как будто я кайфану сейчас жестко. Давайте дальше идти. Луи Белл. Луи Белл. Ох, ёптума, сколько вас тут. Слик Бэнс. Ап Мэйдл Ти. И сам Код, блядь, что? Я не помню вообще его на продакшене. Луи Белл, да, Янг. Плохой парень. Фонди Глок. Кода пролечел. Окей. Ид, блядь, ёбаный. Ёптвы, мать, чел. Идкин, кажется, достроил он или что в нахуй? Скали Милана, батапак, блядь. Что? Кого я вижу здесь? Это же Скали Милана и Шайни. Да ну нахуй, реально? Он против Скали Милана и Шайни? Серьезно? Но это здесь... Кто не понял, это самое крутое в этой карточке. Объективно. Слушаем, ебать. Продюсеры. Причем, чтобы понимали, он против Кода, да? Еще, еще типа до ИТа. Еще до всех вот этих. Нихуя себе. Ну-ка, слушаем. Луи Белл. Вспоминаем. Я забыл этот трек. Я забыл трекуям. Крутая подача. Окей, окей. Ой, хорош контраст. Ход крепче. Более совместный трек. Белл. Есть еще сказать. Я носил тюрьма, когда вы слушали Лилуузи. Слушали Лилуузи. Что-то. Не хочу знать, чего она хочет. Взял деньги в солнце. Париж будет ночью. Бля, Кода Фаяна. Потому что Движ Юропариж. Я уже знаю все за них. Движ Юропариж, бля. Ёпт, твою мать, охуеть. Ладно. Такие. Хорошо. Хорошо. Так, короче. Тоже есть еще сказать. Более разнообразный трек. Очевидно, что более целостный. Потому что в Блади Бойс полторы минуты несчастный идет. Даже минуту двадцать, да. Вот. Здесь они, вот тут конкретно более совместный. Единственное, что Ханти Хамп мне меньше нравится, чем в первом треке. В целом, если сравнить с последним творчеством Ханти Хампа, как будто он тут по-другому немножко звучит. Есть моментик такой, как будто, что это немножечко не тот Ханти Хамп, что тут его свели у бога, да. Типа, актуально по стилю, чтобы это было. Чтобы он откуда не выделялся слишком. Но окей, окей. Мне очень нравится подача кода. Ханти здесь не настолько крут. Но не руинит. Не могу сказать, что руинит. Короче, крутой крепкий трючок. Но честно, наверное, мне Блади Бойс зашел побольше. Вот он такой прям более энергичный, что ли. Как вам сказать? Бладь, не знаю. Первый мне зашел больше, честно говоря. Ну окей. Добавлено. Блядь, не помню этот трек вообще, чтобы вы понимали. Он у меня добавлен, но я вообще его не помню. Есть клип у нас, кстати говоря. И мы его с вами посмотрим только через другой браузер. Поэтому мы с вами переключаемся сюда. Да. У нас теперь вот так это все будет работать. Да. Доступ по ссылке. Не понял сейчас. Какой нахуй доступ по ссылке? Ну. Так, вот это мне нужно. Все работает. Отлично. Смотрим. Так, ну слушайте, слушайте клип. Очень важная хуйня сейчас. Так, ну сто я. Окей. с ухода на стильный фон круто мои часы и думай что ты мая и деньги я ходу в карман все мои пасы за чербой и так много афганистан я люблю только вас на для ханки все равно не заходит ухода где вся подача круто что такое флекс клип с неплохим дофоном флексом танцуют ничего особенного но все менты луи эльвиз бэби кучи сотня пива кушаем я носил тюрьма когда вы служили или узи не хочу знать, что она хочет в том деньге в солнце париж будет ночью потому что движ Юра Париж я уже знаю сезон движ Юра Париж шаху окей 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 но так вышло но так вышло реально короче прикол в том что типа коджи есть типа гипер грустный кот как-то а вот я вспомнил мы как раз слушали блять как это называется I hate myself вот это же тоже не на площадках вот там допустим мега грустный сборник треков вот я мог сесть допустим с нынешним настроением вообще типа не кайфануть я думаю ну типа нет я бы кайфанул все равно но я бы не настолько прочувствовал как я это прочувствовал тогда потому что тогда как раз мне грустненько было да я не знаю как оно выходит но я вот сел с таким полувеселым настроением таким реально на позитиве ебанутом и вот этот альбом про это это веселый кот это вот реально флекс это вот репрезент это вот я нахуй крутой ты не крутой блять она хочет дизайнер но я не дизайнер блять ну короче она хочет дизайнер но я щас занок я щас мазан блять а ты сейчас стразах ты наказан ты понял короче вот и ебать я кайфую сейчас вот с этих двух треков но 1 реально может может быть секунду для биты до type 1 окей круто бля наверно bloody boys да прям по раскачиваем и он там вот часы за каждую сука ноту берет ебать меня окей хорошо допустим допустим клип ну средний честно говоря клип ну средний слушаем дальше друзья следующий трек гламур нахуй блонды блять и брюнетки ты реально чел нахуй эту хуйню ничего трендсеттер просто ваших глазах и почему это не зафоршено вашему вниманию кого хуя это не зафоршено ралли бэйби и кэнди флип бой но ралли бэйби чё-то помню чё мы слышали чё урали бэйби блять мы чё-то слушали урали бэйби понятно 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 все больше ничего окей кэнди флип бой тоже знакомое очень имя сейчас нахуй заиграет нки и блять вообще охуеем так кэнди флип бой на каком-то альбоме кода мне кажется выделим а а своди своди вот он со своди тусит паша техник ну кроме благе бой за что-то было мне краснее ну ладно ну ладно даже тут он был прикольно прикольно ну допустим слушаем на продаж не нас флоренси и малорос ебанутые ребята я вам скажу ебанутые ребята ну ну блять бать у него даже вот под продакшен у транссеттер и то есть типы которые в будущем вот там 23 24 ебанутые просто ладно мы слушаем это внимательно тихток хит играет на ваших глазах друзья на мой тихток хитинге тихток хитинге Давай. Ладно. Ну блять, что это такое? Ладно. Поехали. 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 Ну, ок. Поехали. Поехали. Роли-бэй бэй очень стильный. Батян работает вообще круто. Бля, как он это делает? Бля, еще раз его парт, посмотрите, бля, и батин стильный очень. Бля, и батин работает. Я так не могу. Это очень крутой, оттачный чел. Ну, Ралли Бэйби, подожди, мы, во-первых, слушали какой-то альбом, да, Ралли Бэйби и Кода, если я не ошибаюсь. Мы что-то слушали у них совместное прям. Блядь, вот все что-то слушал, все нахуй забываю, вот как так-то, блядь. Короче, это, на мой взгляд, послабее. Код здесь, ну, ни о чем, вообще, типа, четверочку сделает, то, блядь. Ну, окей, вот тут дал, как бы, свою лепту внес. Ханти Хамп, ну, в конце норм, в основном скучно. Ханти Флипбой, скучно. В целом трек скучный, меня только Ралли Бэйби удивил, честно. Вот Ралли Бэйби прочувствую этот бит максимально как надо, то есть он залетел еще и тут необычно, да, то есть прочувствовал битву по-своему и я считаю, круто сделал. Но трек в целом слабее точным первых двух, но мы идем дальше с вами. Фит Куда Куши. Так, посмотрите, момент такой, что как Куда Куши будет на подобном темпе звучать, посмотрим. Кала на продакшене. Кто, блядь? Не знаю, не шарю. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Интересно. Это должно быть прикольно. Слушаем. Хай, но не мое. Ну, ты бы более мрачный, что ли? Нахуй ты кричишь? Еду в машине, еду на заднем. Так, мы к дрянь. Мои пакеты тупая стерва. Любовь была безответна, антиропы, нужно смех, да? Дай Мэнси на руках, она попала в капкан. Я пью соджа, сука. Если есть кокс, дай соду, сука. Дай соду, сука. У меня простуда, а ты тупая дура. Так что лучше не пизди, все будет, бля, на мази. Я приеду к девяте, только мозги не бить. Что, бля, где это происходит? Да. Давай, кот. Нахуй ты кричишь? Нахуй ты кричишь? Все, что ты можешь сучить. Ты доберешься, сучка. Я перебебит случайно. А, живем один раз, потемнил стакан. Где-то за границей хомя открыл этот кай. Ммм, окей. Бля, что здесь Кудакуша сделал, и что он вообще здесь делает, не понял, честно говоря. Типа, ну, специфический парт, скажем так, вообще не зашло. Ханти-хам что-то по ритмике еще выдал, кот разъебал прям. Вот кот прям разъебал конкретно. Я вот думаю, что мне тут, блядь, мешает. Это, оказывается, Кудакуша мне теперь будет мешать жить, блядь, после таких фраз. Ладно, ну, тяжело говорить о добавлении этого трека. За счет новичья Кудакуша, который мне здесь вообще не нравится, вообще мимо имха. Может быть, кто-то в этом видит стиль, я в этом по-другому. Я на это по-другому смотрю. Кот прям разъебал, он прям сочный парт выдал, прям вот, да-да-да, как умеет делать, с отличным просто флоу, отличным разнообразием. Кот, блядь, вообще эталон выдал, охуеть. То, на что нужно было равняться, то, как нужно было здесь делать. Наверное, нет все-таки. Честно, первые два трека покрепче, поцелло с ней. Да? Я думаю, да. Я думаю, да. Она. Одна. Так, ну, слушайте, фиты показали нам, что лучше без фитов здесь. Да. Треки, которые без фитов, звучат круче. Вот. Сейчас, друзья, момент. Секунду. Мы идем дальше. Следующий трек. Она. Let's go. Ох, ёб твою мать. Окей. Начало впечатляет. Вполне себе. Бля, залетите, умоляю вас. Как родина, мать, умоляю. Блядь, в плане вы поняли, короче. Неплохо стелят. Только заботится о нас, что-то вдруг тут изменилось. Не дружусь, я эту премь, вырастерял, что я любимый, я не мёрт ещё внутри. Эй. Боже, как ей было больно. Я. Разтреляю приборадовые горли. Ничего уже не поможет. Ё. Ведь она так захотела, и боль у неё внутри. Он сказал, что лимфоин, я прибавляю. Бля, вот это необычный, самый необычный трек. Вообще он другой. Это его фишка. Бля, качает ебануто. Опять же, совместно всё работает. Бля, круто. Ну, это хорошо. Это цепляющая охуня. Короче. Бля, крутой продакшен вообще. Бля, что там за инструментал? Это ёбаный твой род, чел. Это реально Bloody Boys? Окей. Я могу сказать такую тему, что трек достаточно цепляющий. Первое, что меня здесь цепляет, это инструментал и интересная фастфлоу подача на него. Второе, что меня здесь цепляет, это продолжение совместной их работы, что альбом именно в первую очередь совместный. И это видно вообще на каждом треке. Бля, вот это вообще меня очень радует, что это не какая-то душная хуйня. Там парт от одного, блядь, парт от другого. Припев, блядь, припев, ещё один, блядь. И потом ещё припев, а потом ещё припев, потом ещё пар, блядь. От другого. Короче, вы поняли. Да, такой хуйни нет. Ну, как бы да, тяжело вообще душить с таким хроном. Но и то, даже в рамках хрона они делают всё того, чтобы не задушить. Потому что задушить можно и за 2 минуты, если ты долбоёб. А кот вообще любит задушить. Местами у него такое бывает, особенно в старом творчестве. Но это не старая творчество, конечно, понятно. Вот, я могу сказать, что, блядь, вот это круто. У меня зацепил трек своей... Я уже сказал, чего не зацепил, поэтому чё, блядь, говорить. Круто работают вместе. Контрасты у них неплохие. При этом всё это целостно звучит. Да, быстро на динамике пробежали. Бля, круто цепляет меня. Такое меня цепляет. Это кайф. Да. Пока что стабильно, вообще, вот, когда вдвоём они пиздато друг друга чувствуют. На фитах с какими-то другими ребятами, чё такая-то хуйня. Причём на примере третьего трека хуйня, ну, даже не с фитами. Не то, что фит артистов, а вот сами Ханти и Кот не настолько разъёбывают, как могли. Вот. Ну, на куда кушай исключение. Куда кушай, это куда кушай. Он на той, куда кушай. Он хорошо делает только у себя. У него есть, типа, вот тут хорошие треки. Вот, я помню. Но, как бы, у Куда кушай больше ничего не слушал. Но, возможно, стоит послушать Страшный сон. Посоветуйте, если чё, вдруг, да. Ну, и прочие треки. Да. Возвращаемся. Возвращаемся. Следующий трек у нас Аэстетик. Бляй, инструменталы бешеные, нахуй. Просто охуеть, я в шоке, реально. Ох, ты не бач. Вот тут Ханчихам покрепче звучит. Субтитры делал DimaTorzok 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 На площадках есть? Субтитры делал DimaTorzok Правда? А почему нет остальных? Субтитры делал DimaTorzok 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 Я лечу как джетский Я и нравлю секси Пил в пеню с пепси Пепси, пикола, бля, поколение Аккорд Припев, бля, мимо А остальное в целом очень даже Круко О, о, подруга она звучит, бриджево Круто Оху, я не тараз Боя под луной Бля, ебать Нихуяся Бля, охуяся Бля, есть момент такой Мне кажется, что он непопулярный вообще Есть момент такой Пока нахуй Подожди, 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 подожди Ну вот, пожалуйста, да Предпоследний, только эстетик уже Эстетик тоже, да, не зашел никому Смотрите, пожалуйста Схема предпоследний трек Какого хуя, правда, не совсем понятно Бля, очень стильный звук Очень круто залетели Ребята все Вот это прям тот момент, когда сочетание Инструментала и артистов просто бомба ебаная Очень круто Единственный момент, припев мне не нравится Это первый, но вот второй припев звучит уже иначе Прикрушен на Капа И, бля, это стильная хуйня Ебанешься просто Вот это для меня, честно, пока сильнейший трек Скорее всего сильнейший Я не думаю, что до Янг будет там Сильно лучше Один же трек остался всего лишь Ну, круто, ребят, честно Я не понимаю, почему Людям не зашло Ну, окей Ну, окей Очень круто И крутая работа, как по мне Идем дальше Последний трек Дай Янг Рио Дай Янг Синтетик и Сликбэнд Игзе Калифорния Бля, он ебаный волшебник Ну, а, ну обла еще, да Нихуя чел Продил, блядь, просто Жесткий, да, тип? Но он не русский, да Он Калифорния Лос-Анджелес Хорошо Хорошо Жесткий прот Смотрим, что это такое Опять же, да, трексольный Есть надежда Слушаем Окей Айо, Синтетик 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 Окей Допустим Долгий раз Ну ладно Я пил метаквалон 15 раз День, чтобы спина не болела Адрал, чтобы быть в фокусе Оксанакс, чтобы снять жабель Драку, чтобы уснуть в кокаин Чтобы проснуться и морфин Ну, потому что Окей Окей, да Бля, стильно, стильно Вайбоба Хорошая совместная работа Нормально Нормально Поехали Так, я тебя туда открою Четильно Почетильно Ну и чё Не рабочий трек, что ли Рабочий даже, блядь, очень Рабочий даже, блядь, очень Поняли Я добавлю, да Так, чё по альбому в итоге вышло Чё по альбому в итоге вышло Раз, два, три, четыре И ещё Луи Белл Окей, пять трек Пять из восьми Не добавил, получается, вот эти два фита И аэстетик Ну, охуенно, что? Будь что и пишка Получается, это пять из восьми Да, вот Представим условия 24-го года Это Пять делить на восемь Ну, впритык, скорее всего Но добавление в плейлист Хотя, может, даже и нет Пять и восемь Ну, вообще, как бы, по цифрам, если, то нет Если по цифрам, то нет По общему впечатлению Я думаю, что Ну, где-то на грани, типа Я бы дал, наверное, Семь с половиной тире восемь Этой работе Ну, я думаю, что Надо было бы Короче, тяжело сказать Добавился бы этот альбом или нет В список эпишек Но давайте даже посмотрим Борется ли она с нашими эпишками Двадцать четвертого года Чисто вот Роу Флораде, да Клауд Хедлайнер Три сильных трека там Штрих-код? Нет Лона Лейт? Может быть С четвертыми драконами? Хм Борется, я думаю, вполне Джек Сит Хэппенс второй? Вряд ли Джей Ло Рапсори минувших дней? Я думаю Потягаются Может быть даже Мэри Дегорс Ничем Нет Так, Саева Нет Своя эпишка Я думаю Потягаются спокойно Шайни Руби Нет Коуд Карти Нет Квити Нет Мэри Нет Пологер Ну, короче Ну, короче, тут, понимаете Тут, типа, как-то Ну, вот, короче Типа, да, либо нет Тяжело сказать Тяжело сказать Альбом такой на грани Да, то есть Есть парочку проходников Чисто из-за того, что тут мало треков Сказать тяжело Я думаю, что тут Пришлось бы спрашивать вас И вы бы уже думали сами Да Ладно, в целом Наверное, у меня Положительные эмоции От этого От этой эпишки Пять хороших треков Таких крепких Достаточно Сила Этого альбома В стиле Это стильно Это относительное Транссетерство Это Крутое разнообразие битов Это хорошая совместная работа Они постоянно работают По структуре Вообще просто разъебисто Коты, ханти Постоянно Вместе Постоянно Они все делают совместно Куплеты Припевы Охуенно Ситура охуевшего Того альбома Наверное Единственная причина Которая заставила бы Прям добавить И в список лучших Вот В общем Я, наверное, кайфанул Чем нет Да Давайте послушаем Всякие демки В которых Что-то меняется Так, клип Вот Демка Какая Так Демка не попавшая А О, хорошо Так Будем смотреть мы через Другой браузер Вон тут Смотри Ну-ка Ну Чем-то напоминает Тураканал Нет Это не то Что не попавшая Демка Подожди Мне кажется Меня наебал Гиланчик По-моему Это Очень даже Попавшая Демка 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 Просто простите Я не прохал Группсис Ситинг Кода Нмс Систем Айфор Код Гадистан Яр Немпер Нижний Турак Демка Ну да Другой бит Ну да Не попавшая Но похоже По вайбу Хай Тоже Что-то Похоже Но Тут Более Динамичное Короче Не попавшая И очень Странно Почему Возможно Это Полностью Переработанный Какой-то Трек Из вышедших То ли Хай То есть То ли Она Что-то Такое Может быть Может они Доделали Демку И назвали Просто так Переделали Ее Обще Полностью Дальше Так Вот Демка Так Это С Райли Бэйби Это Блодибойс Первый Трек Срочка Райли Есть Ты должен Нахуеть И такой Ебать Рарная Демка Подожди Напоминаю Первый Трек Он Выглядит У нас Вот Так Да Ну-ка Да-да-да Трек В Трек Ч альбоме, блядь, если они могут это сделать. То есть, если они поняли, что порт хуйня сбрели, почему Куда Куша здесь есть? Или они думают, что это, блядь, рабочая хуйня? Ну, допустим. Дальше. Так, и тут звучит по-другому. Она. Ебать, подожди, это вообще можно на YouTube? Ну, на YouTube, наверное, можно. Хотя там, блядь, шортс. Тут, кстати, краска красная, кто не понял. Оооо! Боже, как ей было пользуясь. Расправляю препараты в ее горле. Ничего уже не поможет. Ведь она так захотела, и боль у нее внутри. Она сказала, что нам твоя не придумала мне. Да ты играешься на меня. Она уже сейчас. Она мотает все руки на руках, зажатый рюкей. Это бюджет, и мы играем в стены. Она пишет наркотик, чтобы не чувствовать боль. Я всю эту реальность поспеваю, как кошмарный сок. Че, какой-то долбоеб. У тебя женщина сзади голая, блядь. Ты поешь треки. Иди еби ее, ты долбоеб. Вот просто это рэперы, блядь. Вы понимаете? Это рэперы, нахуй. Не дай бог таким стать. Ладно, окей. Но неплохой флекс. По звуку я че-то, блядь, другого не услышал, честно. Разве что баст более выраженный, но мне кажется, это такое демочное звучание. Немножко по-другому, да-да, есть момент. Бас более яркий. Ну, круто-круто. Как будто даже демка поинтереснее. Демка даже получше, мне кажется. Так. А вот это что такое? Белц. А. Еще демка Белц Луи Ви есть. Ну, Луи Белц, короче. Ну-ка. Более сыро звучит, да? Дай мозг. Ну-ка. Так, ну что ж, у нас есть еще одна тема, так, я думаю, можно уже оффнуть, можно вот так сделать, это вообще не вышедший трек, с Bloody Boys, который под названием «Говорит чё», но он не выйдет, потому что их посадят за этот трек, окей, слушаем. Слушаем. Сделаю так. Бля, бит кровь. Бля, бит кровь. Бля, не нахуй. Да ну нахуй. В стоп и твой за стеной я сяду. Я представлю ножник шею. Это шутки, но придешь доверить. Как я оффер весь минуты? Говорит чё. Не цепляешь. Говорит чё. вот это меня так вообще не зацепил честно говоря ну окей на самом деле хорошо что нет этого трека потому что он как будто вообще не актуальны для релиза во первых я пытался вслушаться в текст по моему вообще не она не блади бойз и по звуку тоже тайп какой-то не благим короче не понял этот трек вообще честно говоря но окей допустим короче неплохой альбомчик далеко конечно не лучшая работа юра но она определенно позитивного настроения она показывает как ребята могут работать совместно это небольшое такое трансэнтер ста хотя юра таким уже занимался как бы вас первым может даже еще раньше вот это стильно поэтому альбом я считаю свою работу выполняет развиваться под его можно выбиться тоже поэтому я кайфанул не знаю как вы но раз вы просили я думаю вы тоже кайфанули с релизом из реакции надеюсь тоже на этом все я надеюсь что вам понравилось это видео если так то что то поставьте лайк подпишитесь на канал остальные комментарии не забывайте про телеграмм твич бусти дискорд все ссылочки в описании с вами был я фан вы были на канале афанах мюзик всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока